Здравствуйте! В этом уроке мы будем создавать вот такие различные узоры. Начнем с самого простого. Нарисуем окружность, переместим достаточно далеко центр вращения. Вращать будем под углом 5 градусов, количество копий 71. Выберем все объекты и скомбинируем их. Заливаем однородной заливкой. У нас получился вот такой первый узор. Отставим его в сторону. Нарисуем еще одну окружность, но уже не будем так далеко перемещать центр вращения. Угол поворота выберем равный 15 градусам. Количество копий 23. Также объединяем и заливаем. Вот такой узор. Вращать можно абсолютно любые геометрические фигуры. Например, можно поворачивать капсулу. Нарисуем прямоугольник с круглым углом. Переместим центр вращения и также вращать будем под углом 15 градусов. Скомбинировали, залили. Можно немного усложнить эту фигуру. Нарисовав из центра окружность. И также скомбинировав. У нас изменилась заливка нашего объекта. То есть у нас изменились области пересечения наших кривых. Еще один узор. Попробуем вращать спираль. Можно вращать и логарифмическую, и арифметическую спираль. Переместим также центр вращения. Угол поворота можно выбрать, например, 12 градусов. Количество копий 29. Чтобы залить нашу спираль, нам необходимо скомбинировать все объекты и замкнуть кривые. Можно вращать и более сложные объекты, например, звезды. Причем сложную звезду. Можно даже изменить чуть-чуть ее конфигурацию. Но звезду мы не будем вращать под таким малым углом. Установим угол поворота 30 градусов. И количество копий 11. Скомбинируем и заливаем. Вот такой угловатый узор получился с острыми углами. Если вы хотите, вы можете всегда открыть окна настройки скругления выемка фаска. И скруглить острые углы. Итак, можно продолжать до бесконечности. Попробуем нарисовать прямоугольник. Сделать углы этого прямоугольника вогнутыми. Переместить центр вращения. И поворачивать под углом 15 градусов. Опять выбираем все объекты и комбинируем их. Итак, у нас получилось 6 образцов. Все узоры отличаются друг от друга. Узоры, полученные в результате вращения, нам уже понятны. Теперь мы попробуем создать узоры с помощью эффекта перетекания. Нарисуем окружность. Отдублируем ее. Выровняем по центру. Применим эффект перетекания. Количество шагов уменьшим до 10. Разъединим группу перетекания. Разгруппируем все объекты. И сгруппируем еще раз. Отдублируем вниз группы объектов. Выровняем по центру. И применим еще раз эффект перетекания. Также количество шагов 10. Разъединяем. Разгруппируем. И комбинируем все объекты. Получился вот такой узор. Уменьшим его. Изменим цвет абриса. Вот такой результат. Он немного напоминает тангир. Таким же образом можно создавать абсолютно любые сочетания объектов. Вернемся на первую страницу. И посмотрим на наши узоры. Все-таки хотелось бы немного сымитировать эффект объема этих узоров. Отдублируем один из узоров. Поставим его в сторону. И применим функцию упорядочить формирование границы. Мы получили вот такой вот контурный объект. Выбираем основной узор. И преобразовываем абрис в объект. Выравниваем два объекта. Отправляем контурный узор на задний план. И применяем к этим двум объектам. Функцию формирования в режиме из объекта заднего плана вычесть объект переднего плана. Мы получили новую кривую. Зальем ее градиентной заливкой. Тип градиента радиальный. Пока мы не увидели ничего принципиально отличающегося от наших узоров. Но если мы разъединим все кривые, мы сразу увидим результат. Можно сгруппировать все объекты. У нас появился элемент объема. Аналогичным образом мы можем поступить абсолютно с любым объектом. А вот здесь крою вкладку эффекты, художественное оформление. И выберу заготовку достаточно тонкую. Можно чуть увеличить толщину заготовки. Можно поменять. Разъединяем группу художественного оформления. У нас есть вот такая фигурная кривая. Есть основной объект. Совмещаем эти два объекта. И применяем к ним тоже ту же самую функцию. Из объекта заднего плана вычесть объект переднего. Применяем фонтанную заливку. Радиальную. От черного к белому. Можно даже сместить центр градиента. Последний этап. Разъединить кривые. Сгруппировываем объекты. После применения функции формирования и изменения типа заливки, у нас появились совершенно другие узоры. Мы можем посмотреть, как эти узоры выглядят, например, на черном фоне. Можем изменить вид градиента или изменить цвет абреса. Попробуем применить те же действия к нашему второму узору. Применяем формирование границы. Перемещаем получившийся объект. Заливаем его однородной заливкой. Для этого узора абрес у нас слишком сложный. Поэтому программа CorelDRAW не сможет преобразовать абрес в объект. Поэтому опять выручат инструменты художественного оформления. Выбираем самую тонкую кисть и применяем ее. Разъединяем группу художественного оформления. Перемещаем фон на задний план. Из объекта заднего плана вычитаем объект переднего плана. Заливаем градиентом. И разъединяем. Мы можем комбинировать самые различные узоры. Например, узор, полученный в результате вращения объектов. И разлинованную бумагу. Нарисуем сетку. Размером 10 на 10 ячеек. Применим к этой сетке эффект оболочки. Выберем вариант оболочки из образцов. Преобразуем в кривые. Перемещаем наш узор на центр сетки. Разгруппировываем все объекты и комбинируем их. Получился вот такой узор. Открываем вкладку «Формирование границы». Заливаем однородным цветом. Перемещаем на задний план. К основному узору применим эффект «Художественное оформление». Увеличим толщину кисти. Разъединим группу художественного оформления. Совместим два объекта. Выровняем их. И применим функцию формирования в режиме из объектов заднего плана вычесть объекты переднего плана. Нам осталось применить фонтанную заливку. Разъединяем все кривые. Посмотрим, что получилось. Выберем все объекты и уберем абрис. Добавим фон. У нас получились вот такие узоры. В любой момент мы можем изменить тип заливки. Например, сделать коническую заливку. и выбрать другие цвета. Вариантов для фантазий великое множество. Ха-ха-ха-ха-х ka-ха-ха-ха-х-а- Ruheан. У нас получились вот такие виноги из фантазических весны. Вариантов для фантазических е fields. Вариантов для парт heми.